Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. Завершился конкурс «Звезды Астрорунета», посвященный Юрию Гагарину. В нем приняли участие астрокосмические сайты и средства массовой информации, для которых тема космоса – одна из главных. По итогам независимого голосования лучшим телевизионным проектом стала программа «Космонавтика» на телеканале «Россия-24». Впервые награждение победителей прошло в обновленном московском планетарии. Самый огромный регион России – Якутия, равный по территории пяти Франциям, пожалуй, больше всех нуждается в космическом мониторинге. Здесь, как говорят специалисты, уникальный природно-ресурсный потенциал. Раскрыть его можно только через космические технологии. Это стало темой соглашения, подписанного главой Роскосмоса Владимиром Поповкиным и президентом Республики Саха-Якутия Егором Борисовым. Научная программа нового экипажа, который в эти дни прилетел на МКС, весьма насыщенная – более 40 экспериментов. Один из самых интересных – плазменный кристалл. Плазму в космосе исследуют уже не один год. Ученые полагают, что в недалеком будущем на плазменных двигателях земляне отправятся к другим планетам. Международная космическая станция – уникальный полигон для испытаний и экспериментов. На высоту почти в 400 километров в научную командировку заброшен очередной космический десант. Геннадий Падалко, Сергей Ревин и Джозеф Акабо проведут в условиях космоса более 40 научных экспериментов и фундаментальных исследований, необходимых для Земли. Некоторые из них проводятся на МКС не один год. Один из самых важных – начинал космонавт Павел Виноградов. То, что я увидел, как передо мной создается вот этот космический мир, просто было феерическое зрелище. Плазменный кристалл – эксперимент с четвертым состоянием вещества – плазмой. Такого на Земле не увидишь. Оказалось, плазма имеет кристаллическую решетку. Это стало понятно после экспериментов в невесомости и перевернуло представление ученых о том, что такое четвертое состояние вещества. Пылинки, которые оказываются внутри плазмы, они заряжаются, начинают отталкиваться друг от друга. И когда у них есть ограниченный объем, они, занимая то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. Черная бочка на орбите – вакуумная камера. Внутри не искусственный, а настоящий космический вакуум. В этой камере создается плазма, куда вводятся пылевые частицы микронных размеров. Для обработки результатов используется мощный компьютер. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. Специалисты на Земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за процессом кристаллизации, то есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке. Данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали, что мы видим на Землю. Земля ломала голову, говорила, такого быть не может. Завихрения, возникающие в плазме, в точности повторяют строение нашей галактики. Эта галактика в миниатюре, и только здесь можно узнать, как она зарождалась. Для генетиков эксперимент с плазменным кристаллом тоже стал открытием. Если на плазму воздействовать криогенно, охлаждать ее, получается точная копия строения молекулы ДНК. На основе этого эксперимента ученые разрабатывают новый мощный источник энергии. А там и до нового плазменного двигателя недалеко. Эксперимент, на базе которого будут создаваться те плазменные двигатели, которые смогут сократить полет к Марсу в разы. Экспериментами на орбите космонавты меняют привычный взгляд на мир, пространство и время. Сегодня это самый важный рубеж человеческой цивилизации. И главное – пропуск в будущее. Аэропорт с необычным названием «Крайний» на Байконуре – воздушные ворота в космос. Именно сюда прилетают из Москвы все экипажи космических кораблей. Здесь же несут вахту вертолеты и самолеты-спасатели. Сегодня аэропорт переживает второе рождение – полную модернизацию. Для выведения пилотируемого «Союза» в космос необходимо 528 секунд. На всем протяжении этого пути от старта до орбиты экипаж страхует систему аварийного спасения. А на взлетной полосе аэропорта «Крайний» в режиме полной готовности дежурят спасательные вертолеты. При запуске по пилотируемой программе, так же, как и при спуске космонавтов, объявляется по трассе полета готовность на случай аварии или на случай приема космонавтов. Кроме оперативно-технической группы на борту вертолётов – медики. Они первыми окажут помощь космонавтам, если срабатывает аварийная система. Здесь у нас находится аппаратура для искусственной вентиляции лёгких для каждого члена экипажа. Есть три монитора для наблюдения за параметрами сердечно-сосудистой дыхательной системы. Медикаменты в достаточном количестве, трое носилок. В истории пилотируемой космонавтики система спасения экипажа пригодилась лишь в сентябре 1983 года. Тогда на старте загорелась ракета. Система САС сработала мгновенно. Через пять минут капсула с экипажем аварийного союза благополучно приземлилась на парашюте в четырёх километрах от пожара. Эти воздушные суда занимают готовность к вылету, к немедленному вылету в случае необходимости и в случае подачи им такой команды. За 10 минут до запуска они приводятся в готовность номер один, запускают, вертолёты запускают двигатели и готовы к немедленному вылету. Напряжённые минуты ожидания. Ракета поднимается всё выше и исчезает в небе. К счастью, в настоящий момент наша помощь не потребовалась. После команды отбоя мы собираем все свои вещи и эвакуируемся на свою базу. Недаром аэропорт называют самым космическим. В прежние годы крайний был военным. Сегодня здесь полным ходом идёт реконструкция. Заменили всё на эвакуационное оборудование. Купили новый локатор. Мы отремонтировали полосу. Радиолокатор, электронные глаза аэропорта. Современное оборудование позволяет сидеть за всеми воздушными судами в радиусе 300 километров. В принятом сигнале содержится дополнительная информация о бортовом номере воздушного судна, высоте полёта, скорости. Аэропорт крайне часто называют воздушными воротами в космос. Уже много лет здесь приземляются все экипажи пилотируемых кораблей. Доставляют сюда и космические аппараты. Первый спутник, который появляется на космодроме, он приземляется в аэропорту. Его не везут ни поездом, его не везут ни теплоходом. И он приземляется именно самолётом. Поэтому это, конечно, воздушный ворот космодрома. После полной модернизации здесь будут садиться транспортные самолёты даже с тяжёлыми спутниками. А крайний аэропорт называют и не случайно. Он – будто крайняя ступень между Землёй и космосом. В начале лета нас ждёт редкое явление – парад планет с участием Венеры, Земли и Солнца. Тень от Венеры на диске Солнца мы увидим ранним утром 6 июня. Есть мнение, что каждое явление во Вселенной имеет связь с земными событиями. Однако учёные уверяют – никакой опасности для Земли грядущий парад планет не представляет. Но посмотреть на это стоит. В следующий раз Солнце, Земля и Венера выстроятся в одну линию только через 100 лет. На сегодня всё. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин